Свистать всех наверх, большие и маленькие любители крупных калибров, с вами сегодня в эфире Александр Петров, и у нас в гостях японский линкор Дайсен, который можно получить, закончив строительство на верфи. Кто-то из вас принял решение заканчивать, кто-то уже сделал этот корабль, а кто-то думает, стоит ли его достраивать или нет. Я надеюсь, что это видео поможет вам определиться с этим вопросом. Итак, друзья, в игре «Мир кораблей» уже есть несколько японских линкоров 9 уровня, они, кстати, были очень востребованы до появления Хидзена и Ивами, я имею в виду премиумные, потому что когда был один Мусаши, все очень просили, а можно нам, а можно нам, потому что были американские и какие угодные, немецкие, долгое время японцев не было. Но и, честно говоря, все японцы, которые в игре появились, они достаточно своеобразные корабли получились и годятся не каждому. То же самое можно сказать и о Дайсене. Я уже делал видео по этому кораблю, делал видео в виде прогноза, и, в общем, практически все мои прогнозы и сбылись. Давайте посмотрим его характеристики и отправимся на нем в бой. Итак, друзья, Дайсен – это классический линейный крейсер, как японцы любили. У японцев очень много скопировано с британского флота. Ну и, в частности, вот эта вот схема тоже быстрых, не очень бронированных кораблей. Это «Конга», ну и, в общем, многие другие корабли Японии. А маги, которые у нас тоже в игре представлены, не существующие все-таки проекты, это именно линейные крейсеры. Что можно сказать по этому классу кораблей? Он имеет свои преимущества за счет динамики, перемещается хорошо по полю боя. Как правило, если брать именно японские и-английские линейные крейсеры, у них мощное вооружение главного калибра, но чуть ослабленная броня. Здесь все абсолютно так же. Я предполагал, что броня Дайсена будет на уровне того же Ивами и Хидзена. И особо обращал внимание вот на это место. Щучий нос, куда при попадании вот сюда, вот в эту часть выбиваются очень неплохо цитадели. Но у Дайсена не обнаружилось такой детали. Здесь такой обычный уголок. Но за счет того, что броня здесь еще тоньше, чем на Ивами и Хидзене, никакого значения это не имеет. В ромб вот сюда совершенно спокойно будет выбиваться цитадель из вот этой вот части, из Барбета и так далее. Что, в общем, я уже неоднократно сегодня получал первый день. Сегодня катаю и решил вот уже накатался, решил вам все-таки показать, что это за корабль. Да, по броне здесь все очень грустно. Бортовая плита 305 мм и все части 32, что, в общем, сильно расстраивает. Потому что здесь хотя бы 356 мм у нас на Хидзене. Ну и здесь на Ивами примерно та же самая история. На Дайсене всего 305. Это говорит о том, что не то, что все линкоры будут его пробивать. Линкоры более-менее крупных калибров, а я напомню, что Дайсен может попасть с 11 уровнями, будут пробивать цитадели, возможно, даже через палубу. Мне, кстати, Сатсума несколько раз через палубу цитадель доставала издалека, просто попав в палубу. И даже вот эта вот дополнительная 38-мм палуба не решает. Да и вообще урон сюда заходит очень смачно, но все это компенсируется тем, что, по моим личным ощущениям, хилка здесь немного лучше, чем на других кораблях. К сожалению, проверить это нельзя. Никакой информации об этом у нас нигде нету, я имею в виду, в игре. Но можно полазить где-то по форуму. Если вы, ребят, в курсе, поправьте меня или поддержите. Скажите, измененная ли какая-то хилка на Дайсене или же все-таки нет. Кстати, по поводу хилки и живучести. Обратите внимание, количество хитпоинтов всего 69300 единиц. Что, конечно, ну, в общем, неплохо для, наверное, восьмого уровня. Ну, а вот для девятки это уже никуда не годится. Хотелось бы хотя бы 1080 здесь иметь. Достаточно толстая противоторпедная защита, плюс хорошая динамика помогает от торпед с одной стороны спасаться. Но с другой стороны гигантский корпус в 1100 метров. Средненькая перекладка. И этому вообще-то не способствует. 37 узлов у нас дальность засвета. 37 узлов у нас, извините, скорость хода. Дальность засвета 13,4. Смотрю в одно место и говорю про другое. В общем, что касается живучести корабля, она ниже среднего, где-то на двоечку. Я бы ее оценил из 5 баллов. Но более или менее, если вы особенно умеете танковать кормой, а позволяет это делать Дайсен. Здесь есть кормовой бронепояс, как на Амаге. Можно пытаться что-то вытворять. Во всех остальных случаях корабль пробивается и практически его никто не щадит. Весь урон, который заходит, заходит очень смачно. Далее, что касается артиллерии. Казалось бы, 26 секунд базовая перезарядка, 870 скорость метров в секунду полета снаряда. Все это должно неплохо показывать, давать возможность Дайсену дамагать, показывать хороший ДПМ. Но, увы, игра есть игра. И каким-то образом, даже сравнивая вот с этими, например, пушками на Ивами. Посмотрите, здесь, да, большой разброс, 245 метров. Но, правда, 22 километра дальность. Здесь у нас получается всего 216. Так же, как и на Хидзене. Но все мы с вами прекрасным образом знаем, что эти пушки никуда не попадают. И они напоминают собой такой, знаете, хорошо разбросанный горох. А если у вас случается, что всего 8 горошин летит, точность здесь посредственная. Где-то на 3 балла. И я обращу дополнительно ваше внимание на скорость полета снаряда. Она плохая, откровенно. И под конец снаряд летит вообще очень такой по навесной траектории. И если вы кидаете на расстояние больше, там, 18 километров, то попасть по крейсеру – это лотерея. Причем лотерея большая. Поэтому увеличивать дальность стрельбы здесь смысла особо не имеет. На дальние расстояния корабль попадает откровенно плохо. Что здесь хорошо – это торпедные аппараты. Пожалуй, лучшее, наряду со скоростью, это здесь торпеды. 8 торпед на каждый борт, 10 километров хода, 21 тысяча урона. Если вас неожиданно занесет в ближний бой, вы будете чувствовать себя комфортно. Что касается командира, беру здесь стандартный билд для японского, да и, в общем-то, любого танкующего линкора. Но в качестве дополнительной фишечки можно поменять поворот орудий на расторопного. Потому что скорость большая, будете иметь больше 40 узлов скорости. Но обратите внимание, что пушки не успевают за поворотом корпуса. И поэтому придется здесь немножко юлить. Что касается оснащения, я беру здесь маневренность, беру скорострельность, инвиз и кучность орудий. Отправляемся с вами в бой и сейчас посмотрим, что этот корабль может делать в ближнем и дальнем бою. Что является, давайте обсудим, плюсом и минусом для человека, который себе получает в порт этот линкор. Это премиум линкор 9 уровня, то есть он имеет повышенную характеристику фарма. Раз, это плюс. Дополнительным плюсом является его цена. Если вы хорошенько позадротили на верфи, то он обойдется вам меньше 10 тысяч дублонов. При стандартной цене 19 300, что тоже является плюсом. Что касается самого по себе корабля. Вот есть у нас, допустим, скажем, какой-нибудь мусаши. Да? Он у нас играется на дальних расстояниях и в основном в рандоме. Играть в рангах на нем не слишком удачная затея. Или же есть у нас какой-нибудь Померн, который чудесно играется в ближнем бою, но в рандоме из него достают прям все, что можно. Соответственно, почему? Потому что у Померна есть торпеда и ПМК. Кстати, дополнительно говоря про противоминный калибр, он здесь есть. Он в ближнем бою стреляет очень шустро. И поджигает, я уж насчет дамага это не знаю, может быть сейчас нам удастся что-нибудь занести, какой-нибудь урона может быть и нет. Но поджигает достаточно оперативно. Так вот, здесь есть в наличии и торпеды для ближнего боя, и неплохой главный калибр для дальнего боя. Ладно, это очень громко сказано. Наверное, средних дистанций боя, если быть точным, для средних дистанций, в принципе, ничего работает. О, Ямато и Мусаши. Тара-тара-тата. Боюсь, что, конечно, для нас это может закончиться плоховато. Поэтому, если у вас нету тети, или если у вас нету премиум девятки, то в этом плане Дайсен вам пригодится. Вы сможете играть на нем одинаково комфортно и в ранговых боях, и в рандоме. Что, в общем, наверное, штука полезная. Я сейчас просто смотрю на корабли противника и наблюдаю то, что у них из-за того, что эсминцы в разных отрядах, с той стороны, у нас, вернее, с той стороны два эсминца, с этой стороны ни одного. Я вот думаю, что же мне делать с этой прекрасной, в кавычках, новостью. Летит наш с вами, друзья, снарядик, но ничего не пробивает у Гуденлёва, потому что Гуденлёв успевает отвернуться. Здесь вопрос не в пробитии снаряда, повторюсь еще раз, а в его скорости полета. То есть, медленно летит снаряд. Вот посмотрите, как я сейчас возьму на Москву. Могу, кстати, тоже не попасть, потому что она чуть-чуть в отворот идет. Ну, вот видите, какое большое упреждение брал, и только вот еле-еле снаряды какие-то долетают и пробивают сквозняком этот крейсер. Распевает он отвернуть. Ну, в общем, вы видели, что очень большое упреждение нужно брать для того, чтобы снаряды нормально доходили, долетали. Давайте посмотрим дальше, что мы здесь с вами будем делать. Видите, эти торпеды перед нами? Естественно, здесь у нас в наличии был эсминец Югумо, он с дымами, поэтому я чуть меньше боюсь в этом плане. Ну, и мы с вами сейчас попробуем дать небольшой разворот, покуда Ямато еще там не совсем на точке. Плюсом, кстати, для нас будет являться, наверное, наличие циклона здесь. Хотя вот пока непонятно насчет циклона, будет ли это плюсом или же нет. Но, по идее, в принципе, корабль, я бы сказал все-таки, что это действительно корабль скорее для ближнего боя, чем для дальнего. Поэтому, возможно, циклон нам здесь и пригодится. Уверен, что Шаманто откидал огромное количество торпед в эту сторону. И поэтому мы с вами не собираемся сейчас на эту точку. А вот, кстати, Мусаши, который идет бортом, возможно, не такая плохая цель. Давайте, наверное, я все-таки попробую, несмотря на то, что Мусаши, не сказать, что прям очень ровно идет, попробую все-таки дать залп в его сторону. Ну, и может быть, что-то мне удастся здесь пробить. Нет, 5000 урона, и это все. Ну, и в обратку мне Мусаши присылает на... Ай-яй-яй, выше, выше, выше ворот. Да, пробивает мне цитадель. На таком хорошем отвороте я его поймал. Ну, точнее, подвороте, под центр. Здесь нет претензий к Дайсену. Но я не думал просто, что Мусаши будет по мне стрелять. И, в общем, за это поплатился. Никаких претензий к кораблю нет. Ничего страшного. Попробуем реализовать все-таки наш корабль. И подойти чуть-чуть поближе. Единственное, что торпеды от Шамонто, конечно, могут являться определенной проблемой. Для меня там дальше Решилье. Он, кстати, вообще направлялся в другую сторону. Ну, и давайте попробуем. Сейчас, может, удастся выбить. У меня цитадель из проходящего Мусаши. Так сказать, 1-1 устроить ему. Нет, у меня, конечно, пробитие. Пробитие ничего. Пробитие того, чего нет. Происходит. Застревает, кстати, Мусаши здесь. Да, там особо никуда не денешься. Можно попробовать, конечно, сбросить в его сторону торпедку. Но, наверное, все-таки нет. Возвращаем ему обратно цитадель. И начинаем хилку. Кстати, обратите внимание, что здесь немного меньше хилок на одну штуку. И, да, хилок здесь может не хватить на полноценный бой. Обратите еще, кстати, внимание на сброс торпед, как они сбрасывают. Здесь два аппарата. Один вперед и второй назад идет. По сбросу вот так вот это работает. Ну, и я думаю, что мы с вами сейчас попробуем пройти немножко прямо. Надеюсь, что Югума у меня торпеда здесь не сильно отбросает. И попробуем уже встретиться с Яматой. Да, мне удастся уйти, потому что скорость хорошая. Очень хорошая скорость. И, возможно, удастся дать какой-то урон по находящему вперед Ямато. А может, кстати... Ну, торпеды, наверное, в Югума не зайдут. Не будь дураком, он не будет оставаться там на точке. Отворачивает Ямато. Но посмотрим. Посмотрим, друзья. Нет, у меня не заряжены пушки. Давай залп под кормовую башню. И... Да, цитадель заходит. Вот это особенность, да, у нас такая у Ямато. Кстати, реально есть подозрение, что он продолжает стоять на точке, этот Югума. Он отбросал только один веер. Да, да, вот он. Вот Югума прямо на точке стоит. Ну, в общем, что я могу сказать? Спасибо, коллега. Вы были полезны. Это был прям топ. Думаю, что мы сейчас можем продолжить немножко стрелять по Ришелье. И тем временем заодно отвернем от все каку. И попробуем набросать здесь чуть-чуть... Набросать здесь чуть-чуть торпед по вражескому Ямато. Если он... Ой-ой-ой, это может быть сейчас опасно. Смотря куда у него... Ой, пушечки у него прямо на меня. Ну, короче, это порт сейчас будет. Это сейчас будет порт. А, или он не в меня стрелял. Нет, похоже, что он не в меня стрелял. Но у меня, однако, конечно, никакого урона по нему не проходит во второй раз. Но, слава богу, я успеваю довернуть. И сейчас, я думаю, что Ямато должен, в принципе, заканчиваться. Там большое количество ПМК. Но, пророку от него не сказать, что здесь много. Продолжаем мы с вами наш динамичный врыв. Застрявший Ришелье. Не знаю, какой у него там план. Но мы совершенно точно сейчас будем его любить и развлекать. А это, тем временем, по мне кидает Гуденлёв. У меня, кстати, в ремонте аппарат. Думаю, что, наверное, мы попробуем еще раз отвернуть. Башни у него повернуты в другую сторону. Застрял конкретно там Ришелье, к сожалению, для себя. Не знаю, успеет ли противник взять какие-то базы. Но все выглядит у него пока как легкий турбач. Главное, обидно, что урона прям такого вот хорошего не вылетает у нас здесь. Увы. И вот это прям здесь чуть-чуть не достает. Не хватает именно, знаете, когда он так сжахнул и все. Так нравится, когда вот хилка встает прям ровно-ровно. Вроде как бы он умирает, а вроде бы и не умирает. Нет, умирает, друзья. Нормально все. Не успею, скорее всего, отстреляться по Сёкаку. Не знаю, успеют ли противники забрать точку. Мы сейчас прицелимся с учетом плохой баллистики. Где-то приблизительно вот так вот должен идти залп. И обратим свое внимание на Гуденлёва с этой стороны. Вообще долговато заряжают торпеды для четырех трубных торпедных аппаратов. Не попадаю я. Не попадаю. Но если мы сейчас заберем Гуденлёва, то это будет ГГ, как говорится. Сейчас плюс в том, что... Я думаю, забирать его не забирать. Просто хочу еще немножко поиграть. Ну ладно. Плюс в том, что бой закончился. И мы подводим итоги нашего врыва. Накидали мы 93 тысячи урона. 4 цитадели. Бодро, динамично, весело. Могло быть в нескольких местах больно. И может быть больно совсем. Но, к счастью, у меня здесь кто-то немножко меня пожалел. 1600 опыта. Накидал наш противоминный калибр десятку. И 82 тысячи главным калибром. Повторюсь, что очень неплохо дает пожары. Это ПМК. 441 тысяча серебра. Хороший фарм для девятого уровня. В целом, корабль выглядит забавно. Но не более того. При наличии других премиумных девяток я бы взял какую-нибудь другую. Но если у вас нету премиумной девятки, в принципе, корабль достаточно годный. Играть на нем можно. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами Сюня Турямович. Увидимся в открытом бою. До новых встреч. И пока-пока.